Одно достаточно неплохое приложение, в принципе ничего сложного, функционал не сказать какой, ах ти, богатый, бли-блип, простой функционал и цели этого приложения обуславливают данный функционал, временной напоминальщик, через тот или иной интервал времени, который вы задаете, раздается сигнал, для некоторых это необходимо, начало события зафиксировать определенное, либо его конец, ну каждого свои цели, активируем данное приложение, бли-блип, у нас появляется такая вкладочка, можно что установить, вот следующий сигнал 18.35, а интервал можно различный ставить, активируем вкладочку интервал, 5 минут, 10 минут сигнал выбрать, либо 1 час какой нужно, поставим допустим 5 минут, выбрать тот или иной звук, бли-блип, часы, касио, многие считают, что это неплохо звучит, мелодия, не мелодия, а звуковой сигнал, из их молодости, детства, когда имели они в наличии часы, касио, можно здесь выбрать, из 6 звуков, бли-блип, часы, касио, гон, корабельный колокол, двойной корабельный колокол и ку-ку. Можно также, что еще установить, но это здесь проиграть. Попробуем двойной корабельный колокол и вот эту установочку в правом нижнем углу, play нажимаем. Также можно простой корабельный колокол, одинарный, а не двойной, гонг, регулировать громкость, видимо, ну-ка посмотрим, здесь можно, часы касио, это увеличить можно, посмотрим еще, как касио звучат часы. Да, вот так более-менее хорошо, такой пип-пип сигнал. Как звучали якобы старые часы касио? Да, они сейчас так звучат. У кого есть функция подачи из-за частного звукового сигнала, бли-блип звук, посмотрим, как он звучит. Вот так. Следующий интервал можно поставить в одну минуту и установим ку-ку. Сейчас у нас сколько? 18.36, наверное, да, 18.36. Он должен 18.37 сработать. Вот если нажмем следующий сигнал, здесь идет график, когда будут раздаваться данные сигналы. Они с интервалом у нас в одну минуту установлены. Ждем. Немножко осталось. Так. Ждем, ждем. Раздался сигнал. Мы установим сейчас часы касио и вибрация для часов касио, для сигнала касио. Так, смотрим. Ждем нам еще минуту, пока по вкладочкам пробежимся. Вот здесь настройки. Поделиться приложением. Оценить приложение. Сообщить об ошибке, о программе. Настройки идут тихие дни. Не можно установить язык системный. Ну, тихие дни, когда не будет звучать часы. Их тихих дней сейчас нет. Зажигать экран при сигнале. Давайте, кстати, вот сейчас мы пропускаем сигнал. При разговоре продвинутые настройки имеются, экспериментальные настройки. Ну, в общем, мне главное, что оно подает, это же частные сигналы, это делаем. И это делает. Что я хочу сделать? Я хочу выключить экран и посмотреть. Кстати, ну, будет писать у меня? Пишет вроде бы. Сейчас посмотрим, как все это будет происходить. Да, экран у меня выключается. Да, сигнал раздался. Экран включился. В общем, все нормально. Все работает. Так что, такое приложение, Bleep Bleep, выполняет свою функцию на 100%. Ну, в принципе, можно его, конечно, установить, если у вас на часах такой функции нет. Либо на каком-нибудь фитнес-трекеры. Я не знаю, на фитнес-трекерах, браслетах есть такая функция, же частная подача сигнала. Не знаю. Ну, в общем, Bleep Bleep. Бесплатно работает.